Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс цен производителей сократился на самое большое значение с января 2021. Твиттер сообщил о начале партнерства с eToro для того, чтобы предоставлять пользователям доступ к финансовым инструментам. Сеть EOS сегодня сообщила об инвестициях в размере 60 миллионов и начало партнерства с DWF Labs. Yarn Finance сегодня подвергся атаке, в результате которой было украдено более 10 миллионов долларов в виде различных стейблкоинов. И в заключении выпуска аналитика рынка от Джорджа Танга. Оставайтесь с нами. После того, как данные индекса потребительских цен ИПЦ за март оказались меньше, чем ожидалось, Бюро статистики труда США в четверг сообщило, что индекс цен производителей ИЦП для конечного спроса в марте снизился на 0,5%. Индекс цен производителей в марте упал на 0,5% против ожидаемого роста в 0,1%. В годовом исчислении инфляция согласно индексу цен производителей в марте выросла на 2,7% против ожидаемого роста на 3%. Цены на конечную продукцию, исключая продукты питания, энергию и торговые услуги, выросли на 0,1% в марте 2023 года, после роста на 0,2% в феврале. Одновременно с этим, за последние 12 месяцев, закончившихся в марте 2023 года, индекс конечного спроса без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг вырос на 3,6%. В январе и феврале 2023 года индекс цен производителей ИЦП для конечного спроса составил 0,4% и, соответственно, не изменился. По сообщению Бюро статистики труда, на нескорректированной основе индекс конечного спроса вырос на 2,7% за 12 месяцев, закончившихся в марте. Между тем, цена биткоина стабильно остается на уровне 30 200 долларов. Если допустить возможное отсутствие колебаний индекса из месяца к месяцу, то можно осторожно предположить, что рынок начинает постепенно стабилизироваться. Twitter расширяет пользовательский интерфейс, добавляя функции доступа к финансовым инструментам. Новые возможности будут доступны в приложении Twitter, начиная с 13 апреля. Twitter готов включить новые возможности, позволяющие пользователям получать доступ к акциям, криптовалютам и другим финансовым активам благодаря партнерству с финтехкомпанией eToro. Согласно отчету CNBC, социальная сеть, возглавляемая Илоном Маском, планирует позволить пользователям просматривать рыночные графики по расширенному спектру финансовых инструментов, а также покупать и продавать акции и другие активы на eToro. Этот шаг расширит уже существующую функцию кэштегов, которая в настоящее время включает данные о торговле в режиме реального времени от TradingView по индексным фондам, таким как S&P 500, а также по акциям некоторых компаний, включая Tesla. Ранее Илон Маск сообщал, что планирует продвигать платежи в Twitter. Таким образом, генеральный директор поручил разработчикам платформы разработать платежную систему, в которую в дальнейшем можно было бы добавить функциональность ePoCrypto. Что ж, такая скорость перехода от слов к делу действительно вызывает уважение. О крупных инвестициях и очень интересном партнерстве сообщила EOS Network. DWF Labs инвестирует более 60 миллионов долларов в рамках партнерства с EOS Network Foundation, предоставив соглашение о покупке токенов EOS на 45 миллионов долларов и обещание на 15 миллионов долларов для проектов на основе EOS для ускорения, роста и темпов распространения. DWF Labs, создатель рынка цифровых активов и инвестиционная компания, в рамках своей самой крупной инвестиции на сегодняшний день объявила о заключении альянса с EOS Network Foundation и ENF, что повлекло за собой инвестиционную сделку на сумму более 60 миллионов долларов. EOS — это сеть первого уровня для разработчиков, которые планируют создавать игры на основе блокчейна GameFi, а также разворачивать децентрализованные приложения DApps. DWF поддерживает сеть EOS посредством соглашения о покупке токенов EOS на сумму 45 миллионов долларов и обязательств инвестировать 15 миллионов долларов в предприятия и проекты, основанные на EOS. Это обязательство направлено на ускорение расширения и принятие сети EOS. Дата сообщения о данном сотрудничестве является крайне своевременной, поскольку 14 апреля EOS Network собирается представить свою новую виртуальную машину EOS Ethereum корпоративного уровня, которая превосходит Polygon, BSC и Avalanche, обеспечивая более чем в 4 раза больше свопов в секунду. Синергия между DWF Labs и проектом EOS призвана раскрыть потенциал экосистемы блокчейна и мира Web3. Партнерство объединит их соответствующий опыт и ресурсы, обеспечив будущее сети EOS. Это очень хорошие новости, так как от проекта с огромным потенциалом давно не было позитивных и значимых новостей. Очередной взлом проектов DeFi произошел сегодня. Более 10 миллионов долларов в различных стейблкоинах было украдено у проектов Avia и Yarn Finance. Согласно информации PaxShield, занимающейся безопасностью блокчейн, в нескончаемой цепочке взломов DeFi проектов последними жертвами злоумышленников стали Avia и Yarn Finance. Взлому подверглась Avia версия 1, в то время как версии 2 и 3 остались нетронутыми. Функционирование самой старой первой версии остановлено с декабря 2022 года. При этом команда, отвечающая за функционирование протокола, заявила, что следит за развитием ситуации. Данные компании LookOnChain говорят, что злоумышленнику, возможно, удалось заработать более 10 миллионов долларов в стейблкоинах DAIA, USDC, BUSD, USDT и TUSD. Согласно информации PaxShield, основной причиной является неправильная настройка YUSDT, а не самой Avia. Похоже, что основная причина связана с неправильной настройкой YUSDT, которая привела к выпуску огромного количества YUSDT, более 1 квадриллиона, путем использования небольшого количества USDT в размере 10 тысяч долларов. Затем огромный объем YUSDT был обналичен путем обмена на другие стейблкоины. Количество историй взломов и эксплойтов в этом году просто неудержимо. Только в одном марте месяца киберпреступники украли криптовалюты на сумму более 211 миллионов долларов с помощью 26 атак. Ранее на этой неделе более 3 миллионов долларов в эфире были выведены из утверждающего контракта проекта SushiSwap. Как и любая относительно молодая технология, проекты DeFi в настоящее время испытывают серьезные проблемы с безопасностью. Поэтому всем нашим зрителям мы настоятельно напоминаем и рекомендуем хранить свои средства в некастодиальных собственных кошельках. А после использования любых Swap и DeFi проектов всегда проверяйте имеющиеся открытые в блокчейне одобрения, которые при отсутствии ближайших планов по использованию обязательно следует закрыть. И завершает наш выпуск аналитика рынка от ведущего канала CryptoSoros Джорджа Танга. Джош кратко расскажет о биткоине, а также, что немаловажно, о ситуации с эфиром. Это очень актуально после включения обновления Шанхай на основной сети MyNet. Ситуация вокруг которого очень многих беспокоит в связи с тем, что возможная волна вывода застейканного эфира и поступления его на бирже может спровоцировать волну продаж и, как следствие, падение цены. Итак, Джордж, тебе слово. Еще одно наблюдение, связанное с трендовой линией биткоина. Посмотрите на два предыдущих цикла по сравнению с текущим. Этот график данной модели никогда не ошибался. Как только вы преодолеваете тренд, построенный на предыдущих вершинах, то тогда и начинается новый цикл. По сути, это и все. Это произошло в 2015-м. Мы преодолели трендовую линию, бом. В 2019-м, бом. Сейчас, в 2023-м, мы снова бом. Мы сейчас прямо над ней. Так что ситуация выглядит в порядке. Ситуация выглядит очень хорошо. Так что с биткоином у нас, конечно же, все в порядке. Но что по эфиру? Эфир, точнее сеть Эфириум, получила большой апгрейд сегодня. Так что теперь вы можете выводить из стейкинга, заводить на стейкинг, как вам угодно и в любое время. И в настоящий момент сейчас больше людей, которые вводят на стейк, нежели из него выводят. В общем-то, это то, что я и ожидал. Хоть я такой и не единственный, но вокруг нас кружило ощущение и страх того, что количество вывода может быть причиной значительного дампа. Поэтому я не раз говорил в чате, пока Эфир находился на оценке 1800. Знаете, иногда ожидание страшной ситуации хуже, чем сама ситуация. В данной ситуации с Джорджем можно только согласиться, так как он абсолютно прав. И на данной позитивной ноте мы с вами прощаемся. Желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин